Уважаемые признители, уважаемые коллеги, Научно-исследование последних лет установлено в ходе диалогичность развития сосудистых расстройств в этой подразделенной системе. Нужно сказать, что высокий риск развития несульта и оболожения грандиозных больных заставляет положить в пользу диагностики, лечения, профилактики данной патологии. Мы видим и знаем, что подразделенная система шинного отдела позвоночника и мышечно-постно-связочной структуры шинного отдела позвоночника и тесно-само-связанная. Поэтому в ортогрономологические синдромы, которые возникают при наличии врачебозных или приобретенных факторов противодальной компрессии, герцума будет приводить к нарушению кровоснабжения, возникать на всю систему кровоснабжения головного мозга и вносить патологические изменения в процесс сегментарной и локсегментарной патологической дезинфигурации. Это вот такой препарат. Тут сделан еще в Вельщагине, вы знаете, на ней монографии нарушение мозгового кровообращения, вот здесь показано как раз давление позвоночной артерии, остеохитом, флорезных, жирженых сомбоводистка и астетистовый. Ну, для того, чтобы применять мануальное лечение, вот в базе данной категории мы, конечно, должны выделить, прежде всего, эту группу пациентов. Что значит бортопрогенно обусловленная сосудистая недостаточность? Дело в том, что проводится много дискуссий по поводу того, действительно является фактором циволазальной компрессии патогенетическими факторами или все-таки здесь имеет значение атеросклероз. Но я хочу сказать, что когда мы смотрим на две основные группы, это сосудистые факторы и несосудистые факторы, мы должны понимать, что ростопрогенно обусловленные сосудистые расстройства, это, конечно, те, где сосудистые причины не являются удоверенствующими. Что это значит? Это значит, что прежде всего, атеросклерозы будут нестанализирующими, скорее всего, и если будут оклюзивые, станализирующие процессы, то они будут гемогенетически незначенными. По энеросклерозным критериям, гемогенетически незначенными критериям, это оклюзивая сосуды в менее 40% его диаметра. Нужно сказать, что человеческий мозг очень чувствителен к изменениям мозгового кровотока и поддерживается, так сказать, оптимальный баланс кровосноджения головного мозга при помощи сложных механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения. Вот здесь мы представим все эти механизмы и в диагностическом плане, наиболее интересными являются метаболическая регуляция и нейрогенная регуляция мозгового кровообращения. Одним из основных показателей, характеризующих функциональный зерофоскулярный резерв, является коэффициент зерофоскулярной реактивности. Но этот, в общем-то, достаточно длинный показатель до недавнего времени был демонстративный лишь при оценке каратидного бассейна, потому что именно здесь была, возможно, устойчивая адаптация среди мозговых артерий 2-3 порядка. Ну и, естественно, стал вопрос о том, какие же функциональные пробу можно использовать для оценки метаболической регуляции пациентов с марк-проказиарной недостаточной. Действительно, в ответ на функциональную пробу развивается сосудистый ответ со стороны того или иного региона головного мозга, в данном случае имеется в виду гостиг заднего головных артерий, и при функциональных пробах, естественно, мы хотим вызвать локальную рабочую перенею, это нормальный, так сказать, физиологический отверг. Какие же пробы можно использовать? Дело в том, что пробы с поворотами головы имеют клиническое значение, то есть это фактически та проба андепилина, которую вы проводите при оценке на наличие, на увлеченность, так сказать, засуда в этом административном бассейне, в так сказать, в экологический процесс, и какие же пробы можно использовать, какие пробы будут адекватными для оценки кровотока или заднего отделка головного мозга. Это, ближе всего, регистрация кровотока в задних мозговых артериях при фотостимуляционных пробах. Такие пробы впервые были использованы у нас из поворотов с поворотами головы. И немного работали, нужно сказать, именно использующих вот такой способ оценки. Потому что повороты – это очень трудно, устойчиво лоцировать задневозговые артерии. Поэтому фотостимуляция является идеальным способом оценки текцией кровотока во данных отделах головного мозга. А пробу с поворотами головы имеет просто клиническое значение и указывает на вовлеченность артерии между прогнозиарными бассейнами в патологический процесс. Световая симуляция у здоровых испытуемых по данным профессора Шахновича приводит к достоверному увеличению линейной скорости кровотока в среднем до 28%. И, кроме того, у здоровых людей поворотка головы приводит к увеличению скорости кровотока в заднем мозговых артериях, достигающих 20%. Нужно сказать, что наши данные были дополнены впоследствии исследования за удерживанием. Проведено подборное исследование по определению гемодинамической стабильности в артеровозилиарной системе как предиктора развития инсульта. И исследователи установили, что отсутствие динамики регионального кровотока в артеровозилиарной системе при помощи количественной эморогиографии является надежным предиктором развития инсульта в артеровозилиарной бассейне. То есть они проходили динамическую оценку регионального кровотока в течение двух лет. И были такие ситуации, когда, например, пациенты на в течение двух лет, которые были ухудшением в таком возрасте, поэтому в течение двух лет произошло ухудшение. И это был уже надежный предиктор того, что у человека в будущем может развить инсульта даже в ближайшее время. А были пациенты, которые провели адекватное лечение при исходной низких показателях кровотока у них происходило ухудшение кровоснабжения и, соответственно, риск инсульта значительно снижался. Нужно сказать, что шейный отдел симпатического ствола тесно связан с поверносной системой головного мозга. И в составе отлого симпатического ствола, в составе сервисоединения клетей, и вовсозган геонарные нервные волоты. И при нарушении кровоснабжения, при нарушении кровоснабжения базальных отделов головного мозга, возможно не только, так сказать, эти вот сниженные показатели кровотока, но также и снижение регистративного обеспечения тех или иных уровней позвоночно-двигательных сегментов. В результате, наверное, была разработана новая методика, называется она генетическая сегментарная диагностика. Она генетическая сегментарная диагностика и позволяет оценить интенсивность кожных симпатических реакций в ответ на стимуляции поставленных терапевтических шоков нервных рецептов в зоне тестирования. Наши исследования были также подтверждены данными систематического обзора, это клинические исследования по оценке симпатической активности как модулятора рукового кровообращения, генетическая сегментарной диагностики, которая определяет причину изменения целеволевоскулярной реактивности. При нормальных технологических условиях, оказалось, что нейрогенный контроль, о котором я вас говорю, ишемии, развиваются различные расстройства кровообращения, то в этом случае нейрогенный контроль приобретает большее значение, становится приваливающим, именно потому что другие механизмы являются перегруженными на этот момент. В клинической больнице Бойкина нам было проведено исследование и лечение пациентов, имеющих горково-годиарную недостаточность, трагичный характер сосудистых расстройств. Это была довольно-таки большая цифра, это 442 пациента, имеющих симптоматику недостаточности кровоснабжения, вы видите в отделении их на 4 группы. Целью исследования было определение кондитеров развития целого суда в этой материальной системе. И в задачи исследования входило определение значений метаболической регуляции кровообращения, как и перерабора больных для проведения нормального лечения. Также мы поставили цель установить закономерности функционирования состояния сегментарного отдела симпатической нервной системы на основе проведения неэрорефектозных методов диагностики. Это сочетано использование мануальной диагностики и динамической сегментарной диагностики. Ну и кроме того необходимо установить замая связь между показателями цервооразкулярной Это были пациенты, у которых в наличии мы определяли снижение линейной скорости кровотока по ползоночному артерию. Критерия невыключения в исследовании – это наличие у пациента спиноза более 40% диаметра сосуда. Согласно претериям диагностики, поражений, гипертонической болезни второй-третьей стадии, второй-третьей степени тяжести, высокого и очень высокого риска. То есть эти пациенты были исключены там, где сосудистые факторы были превалирующими. Посмотрите, пожалуйста, на частоту сопутствующей патологии пациента с различным характером сосудистых расстройств. В той выборке, которую мы с вами оцениваем, в основном сопутствующие заболевания были инстанализирующий адреский рост, либо стандартизирующий процесс менее 40% диаметра сосуда и артериальная гипертензия у пациента на тяжелом степени. При оценке выраженности неврологических нарушений после этих кожи właśnie будет установлена от положения повышения в итоге dankzеньки депут Bundeswe być органирован comunicаемости неврологических matter У второй и третьей группы пациентов определили среднюю степень тяжести выраженности неврологических нарушений и в четвертой группе приобрелась тяжелая степень неврологических расстройств. У пациентов была проведена комплексная трансферковая оценка с применением трансферкового дуплексного сканирования и транспортирования бульдарографии. Дуплексное сканирование показало нам смешение максимальной линейной скорости кровотока в динамике до инросария асимметрии, максимальной объемной скорости кровотока преимущественно во второй, третьей и четвертой группах пациентов. Также при проведении транспортирования бульдарографии мы видим снижение церковоскулярного резерва преимущественно во второй и третьей группах. Удовлетворительный уровень церковоскулярного резерва будет в первой и во второй группе пациентов. Проведение мануальной диагностики шейного отдела позвоночника позволяло нам не только определить статико-динамические нарушения, определить различные степени блокирования подмежности позвоночных двигательных сегментов, определить репритонные синдромы, коррупционные синдромы, но также значительно дополнительно данные терминологического исследования о наличии различного предосвещения. В том числе, в том числе, вместе с фактором сопровождения компрессии, оказывают воздействие на позвоночную артерию. Когда мы провели оценку результатов хранительной динамической сегментарной диагностики, оказалось, что у пациентов первая группа, это преимущество пациента за лишение симпатическим синдромом, мы определяли некоторое нарушение симпатического обеспечения. Но это и понятно, это, в общем-то, репритация, это аргоэфистомический процесс. И у пациентов вторую третью группу мы видим снижение по средней степени симпатического обеспечения, и за новую степень снижения симпатического обеспечения, мы определяем пациентов, перенесивших ишемический инсульт. При оценке взаимосвязи между датовой динамической сегментарной диагностикой и уровнем церково-раскулярного резерва, оказалось, что при достаточном уровне церково-раскулярного резерва у пациентов первой группы, имеющих за лишение симпатический синдром, все-таки наблюдали снижение церково-раскулярной реактивности, в основном это было связано с вазоспазмом. У пациентов второй группы мы определили в удовлетворительном уровне церково-раскулярного резерва снижение симпатического обеспечения. У пациентов третьей группы мы уже определили сниженный уровень церково-раскулярного резерва, то есть была нарушка металлическая регуляция бокового обеспечения, значительная снижение церково-раскулярного резерва. И у пациентов четвертая группа с эшемическим инсультом определяла значительное снижение церковного скулярного тела и, соответственно, симпатического обеспечения. Множественный анализ, который мы провели в результате данного исследования, подтвердил то, что в значении регионального показателя кожных сематических реакций шейного отдела позвоночника во многом зависит от выраженности больного синдрома и от степени подвижности верхней, средней и нижней шейного отдела позвоночника. То есть, не применяя динамическую симпатическую диагностику, можно было оценить вот этот региональный показатель кожных сематических реакций. Таким образом, именно эти значения являются предикторами, эти показатели являются предикторами развития различных расходов и прообращений в эфро-разилиарной системе. Таким образом, можно сделать следующие выводы. Оценка метаболической регуляции мозгового кровотока отражает уровень церковоскулярного резерва и рекомендуется в качестве критерия для отбора пациентов методами мануальной терапии. Значит, при сочетании дистикуляторной церковопатии первой стадии за решение симпатического синдрома мы регистрируем легкую степень усиления. Во второй группе – легкую степень снижения. При циркторе тоже в эшемических атаках регистрируем среднюю степень снижения симпатического обеспечения. А при постах нарушениях мозгового кровотока отражения в эшемический инсульт мы регистрируем так тяжелую степень снижения симпатического обеспечения шейного отдела позвоночника. И для тренинговой оценки функционального состояния сегментарного отдела симпатической ременной системы больным рекомендуется проводить генераль-эффектурную диагностику и мануальное обслеживание. Дополнительными предикторами развития сосудистых расстройств в эфро-генеральном бассейне является уровень симпатического обеспечения шейного региона, степень подвижности позвоночно-беретельных сегментов и выраженность болевого синдрома. Уважаемые коллеги, я в заключении хочу поблагодарить всех, да, да, приглашение о выступе. Большое спасибо за очень интересный доклад, но у меня чисто практический вопрос. У ряда пациентов, у которых приходится проверять в качестве дополнительного метода исследования гемодинамику по... Ну, сейчас я скажу, потому что материя, то есть разговор идет об эфро-краниальном допускном сканировании. Незонавно забывает и выяснено, что, допустим, провокационным фактором в них является не ротация шейного отдела позвоночника, ту или иную сторону, а экстензии шейного отдела позвоночника на что он не указывает. По стандарту проведения ЭКДРС провокационными пробами у нас является именно функциональная проба при ротации шейного отдела. У этих пациентов, у них они практически не влияют на гемодинамические показатели. Вашим докладом выскучало, что у вас есть как раз результаты вашего наблюдения, исследование явилось то, что хода стимуляции является преимущественным методом при проведении функциональных проб. Теперь, собственно, сам вопрос. У этих пациентов, у которых провокация возникает не при ротации, а при экстензии шейного отдела, будет ли у них эффективным метод фотостимуляции для определения состояния гемодинамики по позвоночным артериям, были ли у вас такие наблюдения, и если да, то насколько эффективно применение фотостимуляции у таких пациентов. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Дело в том, что вы говорите о дубрисном скалировании, да? И после этой предыдущей того, что в бронированной облиянии есть на позвоночном артерии, мы есть при дубрисном скалировании. Это припады скоростей чаще всего, да? То есть у них припады линейных скоростей. Это уже говорит о том, что в бронированном факторе имеет значение. Ну, я говорила о том, что стимуляции, как способе отбора пациентов для проведения нормального лечения и способа оценки церково-скалированного резерва. Потому что, если вы помните, если необходимости возникать в ракционных манипуляциях, да, это, как правило, какой сегмент? Это В3 сегмент, да? То есть у входа уже непосредственно в череп, то здесь возможность снижения кровотока при проведении. Это, в общем, дорегистрировано предыдущими научными работами. Была работа Лихетова, Александр Далимович, вы знаете, науцентрисителя работал. Идет снижение кровотока после манипуляций. И для того, чтобы человеку, ну, у человека не было осложнений, в том числе, мы, не дай Бог, не вызвали бы какие-то приходящие нарушения кровоснабжения, необходимо проводить вот эту вот фотосимуляционную пробу. Я вообще рекомендую, если есть такая возможность, проводить фотосимуляционную пробу, да, с определением метаболической регуляции всем пациентам, которые у меня есть расстройства, да, которые выражаются, и им необходимо проведение мануарного лечения. Вот, в этом случае, да. Ну, если спрашивали о том, что возможно ли поведение пациента в фотосимуляционной пробу у тех, у кого при разъебании, да, возникают эти вот расстройства, конечно, возможно, и возможно. То есть это показательное? Это показательное, да. Спасибо. Еще есть вопросы? Нет? Спасибо тогда всем за внимание.